В национальном рейтинге регионов по улучшению инвестиционного климата Оренбургская область поднялась на 12 позиций. Это значит, что реакция на изменяющие условия была адекватна обстоятельством, подчеркнул глава региона Юрий Берг в инвестиционном послании. Об этом говорят и результаты области в развитии альтернативной энергетики, где Оренбургская область является безусловным лидером по темпам ввода солнечных электростанций. На территории области компания «АЛАКСОРТЕКМОРОВ» совместно с ОЛАКСОРТЕКМОРОВ реализует проект по строительству сети солнечных электростанций мощностью от 25 до 100 мегаватт в территориях 10 муниципальных образований. Уже работают солнечные электростанции в Триволовском, Грачевском, Красногвардейском районе. На этой неделе состоится пуст солнечной электростанции мощностью 25 мегаватт. В планах до 2019 года построить еще 5 солнечных электростанций. В числе основных приоритетов развития региона глава области определил создание и развитие новых производств и повышение результативности бизнеса. Кроме того, Юрий Берг подчеркнул необходимость работы с каждым инвестором. Это должно войти в привычку руководителей муниципалитетов и каждого сотрудника администрации. Самое главное был дан посыл, очередной посыл бизнесу, что мы не только сохраняем свои позиции в регионе по улучшению инвестиционного климата, а готовы даже еще улучшать и еще больше давать льготных вариантов, еще больше снижать процентные ставки для малого бизнеса. Вопрос один. Только приходите, работайте. И посыл был дан всем главам муниципальных образований. Коллеги, не сидите за инвестора, надо бороться. Бороться надо из увеличения количества местной продукции на прилавках. По словам главы региона, весь базовый набор продуктов питания должен на 80% быть выращен, переработан и упакован в области. Задача общая – переход от сырьевого производства к выпуску качественной переработанной продукции. У нас в этом плане профессиональные возможности очень высокие, и мы все-таки их недостаточно реализуем. Если мы посмотрим экономику, то у нас очень много привозных товаров, продуктов питания. Нам сегодня не хватает переработки. Инвестиционное послание губернатора стало своеобразным руководством к действию для профильных министров, глав муниципальных образований и областных депутатов. Приоритеты расставлены абсолютно, я считаю, правильно. Даны конкретные поручения, названы исполнители. И сегодня дело самое главное за тем, чтобы все это было сделано. Многие поручения, то, что необходимо сделать, должны иметь законодательные подкрепления. И я думаю, что депутаты при внесении этих законодательных инициатив внимательно рассмотрят. Я думаю, что они будут поддержаны, соответственно, после проработки. Поэтому считаю, что абсолютно по-деловому, конкретно и с конкретными направлениями прозвучало послание. Светлана Семенидова, Владимир Жидов.